В эфире общественно-политическая передача «Глобальная дискуссия». Я ее ведущая Анастасия Лаврина. Здравствуйте. Война окончена. Территориальная целостность Азербайджана восстановлена. Вместе с тем растет список доказательств множества военных преступлений, совершенных Арменией в отношении мирного населения Азербайджана за весь оккупационный период. Безнаказанность и дозволенность, которую чувствовали власти Армении, пренебрегая всеми нормами международного права, сопровождались военными преступлениями и преступлениями против человечности. По окончанию Отечественной войны за относительно короткий период времени Азербайджан обнаружил несколько массовых захоронений на освобожденных от армянской оккупации территориях. В частности, в Кельбаджаре, Башлыбелле, окрестностях города Шуша, а недавно и у села Эдделли в Худжавенде. Вполне логично, что Баку требует от Еревана раскрыть местоположение всех остальных мест захоронений, что помогло бы собрать информацию о почти что-четырех тысячах пропавших без вести азербайджанцев в период еще Первой Карабахской войны. Важность этого вопроса отметили и в Европейском Союзе, выразив готовность посодействовать. Однако в Армении, видимо, пока не до конца осознают важность поставленного вопроса. Какими доказательствами обладает Азербайджан и как заставить Ереван говорить? На эти и другие вопросы нам ответит наш специальный гость. На связи со студией у нас сейчас политический аналитик из Вашингтона Хамди Рифаи. Господин Рифаи, здравствуйте, добро пожаловать на передачу. Итак, вы были среди 26 представителей СМИ из 12 стран, в том числе из Франции, США, Украины, Молдовы, Турции, которые посетили недавно обнаруженное место массового захоронения в селе Эдели Хужавинского района. Расскажите нам об этом. Я принял участие в этой поездке, потому что у меня есть практически 20-летний опыт изучения международного права. Поездка меня впечатлила. Во-первых, я узнал про существование этого места и в то же время увидел, как Азербайджан заботится об этом месте с целью сохранить все улики, все элементы, доказательства. Все документируется, чтобы в дальнейшем эти доказательства можно было использовать в суде. Мы не знаем, кому принадлежат останки, как звали тех людей. Все, что мы там увидели, это общая могила. Нас встретил человек, который рассказал о событиях тех лет. Он находился в плену у армян в этом селе в 1993 году. Его удерживали 48 дней. Он рассказал, как под дулом оружия его заставили копать эту могилу, куда после были брошены тела. Уже сам факт того, что его заставили копать могилу, это нарушение международного права. Мы не знаем, сколько там еще таких мест массового захоронения. Эти случаи следует рассматривать намного шире, чем в рамках гуманитарного права. Правовой уровень, справедливость на уровне государства – все это очень важно. Массовое захоронение является грубым нарушением норм международного права и международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции 1949 года о защите жертв войны, в том числе Конвенцию о защите гражданского населения во время войны и первый дополнительный протокол от 1977 года. Расскажите нам подробнее о правовой стороне этого вопроса. Международное право не имеет достаточной силы. Это в большинстве случаев добровольное исполнение решений. Армения и Азербайджан стали участниками Женевской конвенции в 1993 году и должны следовать правилам и уставу. Тем не менее, мы знаем, что даже если стороны придут к общему решению с юридической точки зрения, это не гарантирует положительный эффект. Азербайджан долгое время настаивал на том, чтобы Армения предоставила карты минных полей. В конце это было сделано, но карты оказались практически бесполезными. Так получается, что Армения предоставила карты не для того, чтобы помочь в процессе разминирования, а для того, чтобы снять с себя обязательства, передать эти карты и показать, что якобы она готова сотрудничать в процессе обеспечения безопасности гражданских лиц. Поэтому даже если удастся привлечь Армению к юридической ответственности, это не значит, что Азербайджан увидит справедливое исполнение решения. Лучшее, что может произойти, это принятие документа, в котором будут перечислены военные преступления Армении против Азербайджана. Отправить за решетку тех, кто совершил эти преступления, кажется нереальным. А вот официальный документ, в котором будет указано, что Армения совершила военные преступления, это большое дело. Как бы вы расценили усилия Азербайджана по сохранению доказательств о преступлениях военно-политического руководства Армении и поднятии вопроса на самых высших уровнях? Я отметил для себя, что Азербайджан проводит хорошую работу, но в то же время есть над чем поработать. Я посетил только одно место массового захоронения и увидел, насколько все делается аккуратно в процессе извлечения останков, чтобы не повредить их, чтобы можно было впоследствии определить возраст костей. Но, с другой стороны, это место преступления, и мне кажется, оно должно охраняться еще тщательнее, чтобы обеспечить сохранность всех улик. Охрана этого места очень важна для того, чтобы на суде ни у кого не возникло сомнений в достоверности предоставленных доказательств. В остальном же Азербайджан проводит отличную работу. Нелогичное объяснение МИД Армении по поводу пропавших без вести не могут иметь под собой никаких оснований. На освобожденных территориях есть еще места массовых захоронений, о которых Армения должна рассказать. Так как, по-вашему, заставить Ереван говорить? Чем больше времени проходит после совершения преступления, тем сложнее привлечь к ответственности виновных. Но, как я уже сказал, тут важно получить официальное признание Армении как стороны виновной в совершенных преступлениях. Возьмем, к примеру, Ходжалы. Это лишь одно из множества преступлений, совершенных Арменией против мирных жителей, направленных на уничтожение азербайджанского народа, этническую чистку. Когда приезжаешь на освобожденные территории, видишь маш сапразрушений. Это тоже своего рода преступление. Однако, военные преступления с целью проведения этнической чистки – это самое страшное. Это нельзя отнести к хаосу, который возникает в период войны. Это самая настоящая целенаправленная политика по совершению военных преступлений. У Армении был план совершать подобные преступления постоянно. В то же время Армения известна своим постоянным отрицанием всего. Они отрицают, что совершили этническую чистку. Они отрицают, что создавали места массовых захоронений, несмотря на прямые доказательства. Поэтому не стоит надеяться на то, что нынешнее руководство Армении сразу признает свою вину и даже предоставит информацию о 4000 без вести пропавших азербайджанцах в период Первой Карабахской войны. Важно продолжать двигаться в заданном направлении. В конце концов, Армения совершила все эти преступления целенаправленно, и Азербайджан пережил все те ужасы. Это снова и снова и снова. И я думаю, что это должно быть в таком виде. Итак, никто не говорил, что постконфликтный период будет легким и предсказуемым. Однако попытки Армении затянуть процесс становления мира в регионе очевидны. Долгое время Ереван отказывался предоставить карты минных полей, а то, что выдавалось, содержало лишь мизерную достоверную информацию. Нежелание нынешнего руководства Армении сотрудничать во благо становления долгосрочного мира и справедливости вызывает сожаление. Но вот достойная оценка происходящего со стороны международного сообщества помогла бы избежать повторения истории. Почему важно сохранять доказательства и добиваться привлечения к ответственности виновных? На эти вопросы нам ответит наш следующий гость на связи со студией Ялчин Сарыкая, заведующий кафедрой международных отношений университета Гирисун, профессор. Мистер Сарыкая, здравствуйте. Добро пожаловать на передачу. Как я уже отметила, на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана было обнаружено несколько массовых захоронений. Окупационная политика Армении сопровождалась множеством преступлений против мирных азербайджанцев. Ваше мнение о ситуации? Спасибо за приглашение на передачу. Как мы знаем, в конфликтах, которые образовались на территории бывшего СССР и бывшей Югославии, было совершено множество военных преступлений. Случаи Фризни, война в Боснии, Первая Карабахская война, Чеченская война содержат случаи всего перечисленного. Тем не менее, только Азербайджан испытал на себе и проблему оккупации, случаи резни, геноцида, проблему беженцев и вынужденных переселенцев. Конфликт между Арменией и Азербайджаном привел к возникновению нескольких сотен беженцев. Речь идет об этнических азербайджанцах, которые были насильно изгнаны из Армении в конце 80-х годов. Это был первый случай возникновения беженцев на территории Советского Союза после окончания Второй мировой войны. Ситуация накалилась до предела и перешла в полномасштабную войну между Арменией и Азербайджаном. В результате оккупационной политики Армении количество вынужденных переселенцев, появившихся в Азербайджане, было самым высоким на душу населения за последние 30 лет. Как на территории Армении, так и в Азербайджанском Карабахе Армения совершала множество преступлений против человечности. В мире есть много примеров массовых захоронений, как, скажем, в Боснии. В 2021 году еще одно массовое захоронение было обнаружено в деревне Доброполе в Боснии, близ города Калиновик. Похожие случаи произошли и в Карабахе. Конфликт Азербайджана и Армении был очень кровопролитным и длился около 30 лет. Территории, освобожденные от армянской оккупации, до сих пор не исследованы полностью. После освобождения ранее оккупированных земель, руководство Азербайджана заявило о начале проведения колоссальных восстановительных работах и дальнейшем возвращении туда людей, настоящих хозяев этих территорий. Однако, до сих пор есть большая проблема с разминированием. Карабахский регион является одним из самых заминированных во всем мире. Армения намеренно устанавливала мины с начала 90-х годов. Особенно активно мины устанавливались на территориях вблизи линии соприкосновения на тот период, как, скажем, Физули, Агдам, Джабраил. Проблема с разминированием все еще актуальна для правительства и народа Азербайджана. Тех, кто желает видеть мирное развитие региона, возвращение бывших вынужденных переселенцев и налаживание нормальной жизни. Военные преступления имеют место быть практически во всех войнах. Наш регион не исключение. Во время Второй Карабахской войны армянская сторона совершала обстрелы мирных граждан Азербайджана, применяя баллистические ракеты, что привело к гибели десятков невинных. Из них и женщин, и детей в городах, расположенных далеко от места проведения военных действий. Я считаю, что безнаказанность, которую Армения чувствовала после Первой Карабахской войны, стала одной из причин такого поведения. Да, в период Второй Карабахской войны премьер-министр Армении и его окружение совершили множество действий, которые можно рассматривать как военные преступления. Например, призыв на службу детей в возрасте до 15 лет, использование их в период войны – это тоже в списке военных преступлений Армении. Однако премьер-министр Пашинян говорил об этом с гордостью. Это немыслимо. Армения терпела поражение на поле боя и решила использовать баллистические ракеты против мирного населения Азербайджана. Это тоже должно рассматриваться как военное преступление. Этот процесс имеет три направления. Во-первых, необходимо расследовать преступления против человечности, совершенные оккупационными силами Армении на территории Азербайджана с 1992 года и до настоящего времени. Во-вторых, незаконное использование ресурсов на ранее оккупированных территориях, учиненный вандализм, экологический террор, культурный геноцид. Третье направление – это касается преступлений в период Второй Карабахской войны. Международные наблюдатели были приглашены в регион для ознакомления с последствиями преступлений руководства Армении. Они посещали места, куда падали снаряды, выпущенные Армении, далеко за пределами мест, где проходили военные действия. Речь про Гянджу, Тартар, Гюрамбой, Барду и провокации вблизи Баку. Много мирных граждан погибли в Тартаре, в Гяндже. Согласно Женевской конвенции, для обеспечения уважения и защиты гражданского населения и гражданских объектов стороны, находящиеся в конфликте, должны всегда проводить различия между гражданскими объектами и военными объектами и, соответственно, направлять свои действия только против военных объектов. Пашинян нарушал это правило. К тому же, еще до начала Второй Карабахской войны, армянское руководство заселяло оккупированные азербайджанские земли мигрантами и беженцами, этническими армянами из других стран, как, скажем, Сирии, Ливии, таким образом, подвергая опасности и этих людей. Эта политика проводилась активно последние 10 лет. После Второй Карабахской войны мы все увидели на освобожденных землях множество разрушенных исторических памятников, совершенный экологический террор и вот теперь места массовых захоронений. Почему, по-вашему, Армения так относится к нормам международного права? Это не так уж и просто. Армянская сторона, тут речь про руководство страны и про их диаспору, построили свою политику на двух принципах. Во-первых, это позиционирование событий 1915 года в период Первой мировой войны как так называемый геноцид армян, пытаясь добиться признания этого. Во-вторых, это выстраивание образовательной политики государства на принципах антитурецкой и антиазербайджанской риторики. Они стараются расти детей на идеологии ненависти, чтобы новое поколение не видело никакого криминала в преступлениях руководства против человечности. Эта международная и внутренняя пропаганда продвигается в различных институтах, академических кругах, СМИ, особенно в западных странах. Это привело к тому, что даже самые кровавые преступления руководства Армении против турецких дипломатов игнорировались в 70-е и 80-е. Армянские террористические организации уже после перенаправили свое внимание на регион Южного Кавказа. В период Первой Карабахской войны было множество случаев геноцида против азербайджанского народа. К сожалению, мировая общественность не особо обращала внимание на эти события в начале 90-х. Некоторые СМИ представляли события этого времени как конфликт христиан и мусульман. Были и те, кто говорил о праве армян на самоопределение. Сегодня политика двойных стандартов все еще имеет место быть, что создает условия для тех, кто хочет игнорировать международное право. Глядя на другие примеры, известные миру, что необходимо сделать, чтобы виновные в совершенных преступлениях против человечности были наказаны. Сейчас речь идет как раз о массовых убийствах и захоронениях. Безусловно, хотелось бы, чтобы так и было, чтобы виновные понесли заслуженное уголовное наказание. Но в мире много примеров, когда виновные не несут ответственности за совершенные преступления. Однако, Международный уголовный суд – правильное место для расследования преступлений, совершенных после 2002 года, учитывая, что не все страны мира подходят под юрисдикцию этого суда. Имеется римский статут Международного уголовного суда. Армения подписала эту конвенцию, но не ратифицировала в парламенте. Несмотря на это, поверьте, обнаружение мест массовых захоронений в Кельбаджаре и на других освобожденных территориях Азербайджана, информирование международных организаций, таких как Совет Европы, ОБСЕ и ООН, может помочь достигнуть результата. Для защиты прав родственников тех людей, которые пропали без вести, должна быть оказана юридическая поддержка адвокатов. Эти дела должны быть на контроле у государства и международных организаций. Господин Саракая, благодарю вас за участие в передаче. К сожалению, мир знает много трагических историй, загубивших сотни невинных жизней и навсегда осевших в памяти очевидцев. Справедливости ради стоит отметить, что некоторые из таких событий получили правовую оценку, как, например, трагедия в Сребренице. Совсем недавно, в связи с 30-й годовщиной Худжалинского геноцида, представители НПО, представляющие жертв трагедии в Сребренице, совершили поездку в освобожденной от оккупации город Шуша. В обоих случаях восстановление справедливости это долг перед человечностью и жертвами тех ужасных событий. Подробнее на эту тему поговорим с нашим специальным гостем. На связи со студией Амра Бегич, заместитель директора мемориального центра по Тачаре в Сребренице. Амра, здравствуйте. Итак, как мы уже отметили, массовые захоронения являются грубым нарушением международного права, норм, конвенций. До сих пор только балканским странам удалось восстановить память о тех, кто стал жертвами массовых преступлений. Расскажите нам об этом подробнее. Я говорю как человек, который потерял несколько членов своей семьи в 1995 году. Я потеряла своего отца, дедушку и кузенов. Они были убиты во время геноцида в Сребренице. Мы до конца не верили, что они погибли. Нам казалось, что их удерживают где-то. И мы надеялись, что рано или поздно их найдут и вернут. Помню, мы организовывали большие протесты в городе Тузла, в Боснии и Герцеговине. Когда мы получили первую информацию о массовых захоронениях, местоположениях, мы начали искать пропавших родственников, их тела. В этом нам была оказана значительная международная поддержка. В то время в Боснии и Герцеговине у нас не было никакого института, занимающегося делами пропавших без вести. Мы поняли, что необходимо создать такой институт. Впоследствии Международная комиссия по пропавшим без вести лицам присоединилась к нам. Они начали поиски останков пропавших без вести, процесс эксгумации тел, нахождение информации о массовых захоронениях. Даже имея это, мы не смогли сразу начать процесс опознания. Я помню, нас пригласили как членов семьи просмотреть книги, опознать вещи тех, чьи останки были обнаружены. Я хотела пойти, но мой дядя, один из тех, кто выжил после страшных событий, сказал мне, что просмотр книг ничего не даст. Я спросила, почему? И он мне ответил, потому что, когда я находился там, я по нескольку раз менял обувь. Я переодевал жакеты, которые порой приходилось снимать с тел погибших, потому как мои собственные вещи стали непригодными. Поэтому, если ты узнаешь мои туфли на ком-то, это не будет доказательством. После мы стали сдавать кровь для проведения теста ДНК. Процесс идентификации начался и прошел довольно успешно. Мы были первыми, кто получил результаты после проведения массовых тестов ДНК. Возник вопрос, где хоронить найденные останки, где основать кладбище. Мы очень благодарны общественному объединению «Матери Сребреницы» за поддержку во всем этом процессе. Они ходили от двери к двери, собирали подписи, чтобы начать процесс строительства кладбища именно в Сребренице. Нам предлагали другие места, но было важно вернуть тела на родную землю, туда, где мы видели наших близких и родных живыми в последний раз. Это долгий процесс, но главное начать. В Азербайджане могут переговорить с представителями общественного объединения «Матери Сребреницы». Мемориальный центр в Сребренице готов поддержать вас в этом, если вы захотите открыть мемориал. Каково ваше мнение о ситуации в Азербайджане? Имеются сведения о многочисленных массовых захоронениях на ранее оккупированных территориях Азербайджана, особенно в Ходжавенском, Кельбаджарском, Агдамском и Физулинском районах, а также в окрестностях города Шуша. Безусловно, идентификация нахождения пропавших без вести – один из наиболее важных процессов. После захоронения останков эти люди наконец обретут покой, и мы тоже сможем обрести покой. У моего отца теперь есть могила. В 2009 году я захоронила его останки. Я знаю место, куда я могу пойти, поговорить со своим отцом. Это приносит мне спокойствие. Нахождение останков – это своего рода нахождение доказательств совершенного геноцида. Это свидетельства, которые необходимы для признания, для перемирения и становления устойчивого мира. Когда вы говорите конкретно – вот количество жертв, вот имена жертв, вот доказательства того, что эти люди когда-то жили тут и были убиты. Это веские аргументы в процессе для достижения справедливости. Порой придется сталкиваться с отказом некоторых принимать эти факты, но это не должно останавливать. Процесс нахождения мест массовых захоронений довольно сложный. Мы до сих пор ищем пропавших без вести в Сребренице и в целом в Боснии. Когда мы искали места захоронений, порой мы просто ориентировались по памяти. Когда-то это место выглядело так, а теперь иначе. Были случаи, когда боснийцы и сербы сами рассказывали нам о месторасположении массовых захоронений. Важно иметь государственное учреждение, институт, которое занимается этим вопросом пристально. Международные эксперты тоже могут приезжать в регионы и помогать. Когда речь заходит о Ходжалы, это событие 30-летней давности. Там процесс требует множества усилий. Спустя столько лет взять и сравнить ДНК останков с ДНК родственников очень трудно. Но все еще возможно. Босния и Герцеговина будут сотрудничать с Азербайджаном в идентификации останков в массовых захоронениях. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции с министром иностранных дел Боснии Герцеговиной Бисерой Туркович. Как вам видится это сотрудничество? Справедливость либо есть, либо ее нет. В последнее время я много читаю, изучаю информацию о геноциде в Ходжалы. Я читаю про факты, про людей, и я признаю, что ходжалинские геноциды, геноцид в Сребренице, имеют много схожего. Для достижения справедливости вам необходимо найти несколько организаций. Неправительственных организаций, правительственных организаций, в том числе и в Армении, те, кто готовы понять и признать. Это не ради отмщения, это не ради обвинений. Это все ради справедливости. Этот процесс может пойти во благо налаживания связей, развития экономической интеграции и поддержания долгосрочного мира. Я лично очень рада тому, что у нас есть друзья и в Сербии, кто приезжает почтить память жертв геноцида в Сребренице. Я верю, что и в Армении есть люди, и в Азербайджане, кто готов говорить на эту тему. Необходимо организовать круглые столы, порой будет высказано мнение, которое вам не понравится. Но нужно выслушать друг друга. Говорить можно что угодно. Но у вас есть аргументы, и нужно рассказывать о них. Амра, я благодарю вас за участие в передаче. Итак, международное признание и правовая оценка событий с привлечением к ответственности виновных, несомненно, важны. До сих пор есть те, кто отказывается называть события в Ходжалы геноцидом. Почему? Потому что 613 человек – это не кажется значительной цифрой. А то, что уже доказано заранее спланированное массовое убийство невинных жителей только потому, что они были азербайджанцами, не в счет? Или, может, каждый видит лишь то, что ему выгодно? Так какую же реакцию стоит ожидать от международного сообщества на прямые доказательства Азербайджана, указывающие на виновность Армении в тяжких преступлениях против человечности? Особенно это вопрос к странам, которые не всегда вели себя объективно по отношению к Азербайджану. Тему продолжим обсуждать с нашим гостем из Парижа. На связи со студией Жан-Мишель Брун, главный редактор французского новостного портала «Мусульман энд Франс». Здравствуйте, Жан. Расскажите нам о том, как обнаружение мест массовых захоронений на освобожденных территориях повлияет на международное общественное мнение. В вашем случае это Франция. Франция, как никак, довольно часто выступала в поддержку Армении в период конфликта и после. Я думаю, первое, что... Армении рассекречивает то, что Армения пыталась скрыть много лет. Что касается Франции, нужно внести ясность. Одна из причин, почему Франция поддерживала Армению – это предвыборные кампании кандидатов и предстоящие президентские выборы. Это сопровождалось усилением позиции ультраправых. Азербайджан позиционировался как исламская страна, выступающая против христианской страны Армении. Хотя это довольно глупое суждение. Но это сделало Азербайджан идеологическим врагом. Я уже многократно говорил, что эта поддержка Армении исчезнет после проведения президентских выборов во Франции. Но именно Армения совершила преступления против мирных граждан только потому, что они были азербайджанцами. Это то, как конфликт хотели видеть здесь, во Франции – войну между мусульманами и христианами. Но Азербайджан – это светская страна. И то, что происходило на протяжении 30 лет между Арменией и Азербайджаном – это был территориальный конфликт. Азербайджан и Армения должны вместе работать над коммунитарными вопросами. Насколько это важно для построения мира и укрепления доверия. Если Армения признает, что на протяжении 30 лет вела оккупационную политику в отношении Азербайджана, признается в совершении военных преступлений и попросит прощения, это, разумеется, пойдет на пользу всем. Как, например, в Германии, когда бывший канцлер Вилли Брандт, будучи в Варшаве, просил прощения за преступления нацистов в годы Второй мировой войны. Вы говорите о тысячах пропавших без вести в период Первой Карабахской войны, о тех, чьи судьбы до сих пор неизвестны. Армения могла бы пойти на сотрудничество в этом вопросе и рассказать, что стало с этими людьми, указать, где их могилы. Это было бы правильно. Мне кажется, возможно, премьер-министр Армении Никол Пашинян мог бы сделать это. Еще раз повторюсь, возможно, не могу сказать наверняка, но экстремистские силы в этой стране очень сильны. Не скажу, что я оптимист в этом вопросе. Учитывая, что в Армении сейчас не совсем стабильное политическое положение, выборы нового президента вряд ли стоит ожидать этого. Благодарю за участие в передаче. Итак, как уже было отмечено, в случае прямого признания Армении вины в содеянном и выражения искреннего желания сотрудничать во благо мирного развития региона способствовало бы нормализации отношений. Тему продолжено обсуждать с нашим следующим экспертом из Израиля. На связи со студией Аюб Кара, экс-министр связи Израиля, бывший депутат КНЕСТа. Господин Кара, здравствуйте. В нашей с вами беседе мне бы хотелось подвести итоги. Места массовых захоронений, обнаруженных Азербайджаном на освобожденных территориях. Нам интересно заслушать и ваше мнение об этом, как эксперта из Израиля. Каждый раз, когда я слышу о местах массового захоронения, которые Азербайджан находит на освобожденных территориях, мне становится грустно. Необходимо добиваться справедливости. Виновные в совершенных преступлениях должны предстать перед Гаагским судом. Такие преступления не должны совершаться в свободном мире. Армения и Азербайджан должны работать сообща, во благо формирования долгосрочного мира. Однако те, кто совершили эти преступления, убийства и массовые захоронения людей, должны предстать перед судом. Люди не должны вести себя как животные. Ни у кого нет права совершать такие преступления. Война – это нехорошо, но если она идёт, то нужно воевать на поле боя, а не совершать массовые убийства и после хоронить вместе несколько десятков человек. Об этом нужно рассказывать миру и думать над тем, как не допустить повторения в будущем. Как вы думаете, захотят ли в мире говорить об этой правде сейчас? Возможно, не все в мире знают о ситуации в Карабахе, не знают о том, что там произошло. Возможно, не все мировые СМИ передают достоверную информацию. Но я был там, я видел правду. Я видел своими глазами все разрушения. Совсем недавно, когда стало известно про обнаружение ещё одного места массового захоронения, у села Эдди Ли в Ходжавенде. Я понял, насколько важно сейчас рассказывать об этом. Разумеется, в мире каждый живёт своими интересами. Все страны. Но я уверен, что и Азербайджан умеет отстаивать свои интересы и защищать свои права. Это сильное государство. И если кто-либо посягнёт на его территориальную целостность, то Азербайджан даст достойный ответ. Мы в Израиле желаем мира Армении и Азербайджану. И готовы поддержать Азербайджан в процессе восстановления и развития Карабаха. Спасибо вам, господин Каро, за участие в передаче. А я напоминаю нашим телезрителям. В эфире телеканала CBC была общественно-политическая передача «Глобальная дискуссия». Всё это время в студии с вами была я, её ведущая Анастасия Лаврина. Оставайтесь с нами и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова